здравствуйте дорогие друзья сегодня напишем простой осенний пейзаж это видео для начинающих картина несложная притягивающая есть речка есть березки ковер из листьев но картина не очень сложная спасибо за донат светлана и таисия огромное вам спасибо кстати друзья в ю тубе в настройках можете замедлить видео если вдруг что-то вам будет непонятно еще друзья я обязательно отвечу на комментарии как только у меня появится больше свободного времени вы пишите комментарии задавайте вопросы заранее всем спасибо за лайки за комментарии кто пишет картину со мной удачного написания всем приятного просмотра давайте приступим здравствуйте друзья всем доброго времени суток сегодня напишем осенний пейзаж холст 20 на 30 небольшой холст напишем картину ближе к импрессионизму будет с березками яркое красивое сочное небо краски которые нужны голубая ф.ц. это небесно-голубая ну или просто голубая это краплак красный она ближе к розовой можно розовую краплак розовый допустим либо хинокридон розовый любая розовая краска кадми красный темный либо светлый здесь особо роли не играет умбра жженая можно просто умбра можно сиена жженая коричневая нужна краска кадми желтый темный кадмий желтый светлый титановые белила буду писать сразу на разбавители тройничок можете сами сделать можно на пене не писать можно на white spirit я сделаю на тройничке давайте расставим взял кисть двоечку и примерно расставим можно разбавить умбру примерно шестую часть отступаем с вот этого края чуть чуть повыше выходим примерно до трети вот так здесь ниже где вот здесь выходит повыше примерно центр делим пополам и сходимся к низу чуть чуть меньше срединки примерно вот так здесь ниже и снова уходим к верху примерно вот здесь где начинается вот эта ямка вот так заходим кверху и здесь вот так заходим здесь у нас уже растительностью перекроет просто вот так показать я слишком зашел вот так растительность будет вот это где бережок растительность вот здесь вот такая растительность слегка выше срединки одно дерево 2 чуть повыше мы их делим потому что одно будет зеленая другая слегка более желтая березки я проставлять не буду мы их проставим когда сделаем небо можно вытереть отложить эту кисть вот такую овальную кисть колос двенадцатый номер макаю разбавитель нам нужно небесная голубая белилки кверху вот такой чистый насыщенный голубой цвет можно сразу делать не слишком плотно а можно сразу разбавить до состояния такой сметанной массы хороший плотненький слой сделать книзу больше белилок вверх у нас потемнее к низу слегка больше белилок когда макаете кисть старайтесь просто макнуть не мойте там кисть просто макнули взяли разбавитель чтобы разбавитель у нас был чистый вот такое чистое яркое небо будет ближе к низу больше белилок можно капельку розовой взять больше в сторону голубого но слегка такую розовинку теплоту дать и здесь слегка светлее ближе к низу еще больше белилок доходим до растительности закрасить полностью небо я делаю сразу более плотно чтобы второй раз к небу не возвращаться можно даже вот здесь слегка тоже светлее сделать мы сейчас кинем еще облачка здесь растительность можно здесь не закрашивать вот эту область мы как бы будем от куска идти не делать первый слой жиденький потом делать плотнее мы сразу сделаем слегка плотнее слой возьму вот такую верную кисть это мягенькая синтетика и вот так сделать как бы упаковываем и будет видите без каких-либо полосочек будет однотонна вот такие как бы восьмерочки быстренько делаем слишком не давим она мягенькая она все сделает сама можно не слегка сделать светлее вытру ненужную вот видите какая краска она мягенькая идите мне на кисти сколько краски было сделать светлее видите я просто взял белилок капельку их разбавил и низ сделает чуть-чуть посветлее и снова чуть-чуть вот так вот разгладить нам нужно кинуть облачка я вытру эту кисть хорошо можно даже и слегка промыть допустим нужно хорошо убрать с нее остатки голубой краски можно взять другую я не хочу буду пока одной кистью чтобы не вымазывать много кистей белилки капельку кадмик красный совсем совсем чуть-чуть капельку желтой краски сделаем теплые такие облачка солнечные по низу они пройдут больше белила разбавляем точно так вот здесь облачка форму можете делать не обязательно такую как у меня я чуть-чуть подмешиваю заново потому что подмешался синий если нужно добавляем яркости вот здесь небольшое облачко и где-то вот здесь низ слегка можно вот так растушевываем более мягенькие плавные будут облачка если допустим хотите больше вот таких полупрозрачных больше растушевываем снова слегка вытру кисть беру белилки красную краску и желтую можно оранжевый сразу брать вот здесь более такое теплое облачко вот такое здесь она сойдется здесь растительность будет она где-то перекроется можно слегка вот здесь кинуть чтобы виднелось главное не закрасьте полностью небо просто вот так чуть-чуть облачков кинуть это здесь чтобы полупрозрачные такие облачка были хотите оставьте больше чистого неба есть это уже по желанию можно слегка совсем слегка чуть-чуть вот так аккуратненько аккуратненько слегка вытер эту же кисть возьму карме желтый темный и к цвету небо можете кстати облачко можете сделать поплотнее слой чем небо тогда они будут как бы нависать более объемные будут карме желтый небесно-голубая белилки даже красноватый возьмем сюда слишком много это вот такое будет здесь тоже слой не слишком плотный это задний план здесь тоже такая же растительность карме желтый светлый можно темный с небесно-голубой с цветом неба вот такое зеленоватое дерево сюда уходим больше белилок этот же оттенок больше белилок можно вот так закрасить и вот так одно дерево больше меньше вот так как-то уходим где-то больше выступают где-то меньше можно небесно-голубую взять чуть-чуть красного такой сделать слегка фиолетовый цвет между вот этими деревьями вот так отделить вот здесь такое поставить красный синим у нас получается фиолетовый цвет вот так на низ вот здесь и вот так по низу здесь можно больше в красную сторону все в разбили чтобы слишком ярко оно не смотрелось бы слишком насыщенный цвет не был и вот здесь тоже вот так низ пройти таким фиолетоватым можно вот эти деревья тоже поделять показать что они разделяются вытереть хорошо кисть взять кадмия желтый светлый с цветом неба такую светлую зелень сделать и вот это низ растительности вот такая у нас яркая к вот этой стороне можно больше кадмия желтого кинуть давайте сразу кинем речку нужно было когда конечно небо делали надо было кинуть сразу речь хорошо вытираем кистью или можно промыть на ее хорошо вытру небесная голубая капельку голубой фц розовую вот этой стороне с белилками побольше водичка у нас всегда темнее чем небо вот так можно такой небольшой змейкой показать уход чтобы не просто как-то ровно и шло а вот так полностью закрасить когда мы добавляем краплак голубая фц делает темнее но краплак делает такой интересный оттенок она и темнее становится такой интересный оттенок кстати вот так и просто горизонтальными движениями здесь нужно больше с белилками просто возьму белилок и подмешаю даже если у нас будет вот такие просветы потемнее посветлее вот здесь больше голубой фц и розовинку и вот здесь особенно вот здесь внизу вот этой ямочки делаем вот так там потемнее там будет в тени на не слишком но темнее можно вот здесь более в розовинку вот здесь кинуть больше в сторону краплака белилки голубая фц и розовинка так чуть-чуть по насыщеннее цвет кину корректирует цвет даю более плотный слой и можно снова взять нашу веерную кисть и слегка разогладить можно еще больше белилок сделаю вот здесь не выраженный горизонт где начинается растительность делаю непонятно более размыто так пусть иногда темнее иногда светлее переливание водичка хорошо вытереть кисть взять умбру карми желтый к низу вертикальными движениями вот так показать отражение уходя в эту сторону берем больше желтого темного все равно с коричневым но больше в желтую сторону и вот здесь вот такие полосочки она с синим будет подмешиваться вот так чуть-чуть вот таких можно даже с голубой фц слегка вот такой зеленоватого кинуть коричневый голубая фц желтый это горизонтально здесь мы вертикально делали здесь горизонтально больше белилок и снова можно слегка разгладиться особенно отражение можно взять другую кисть которая все расставляли двоечку возьмем белилки карми желтый светлый больше в сторону белилок здесь аккуратненько так бережок показать еще ярче снова возьму овальную кисть вот здесь нужно взять краплак капельку белилок небесно-голубую вот здесь вот так сразу жиденько закрашу можно вот здесь такого накидать добавить сюда желтой как мне желтый темный так пока закрасить где самая темная больше краплака голубой фц можно взять нас получится такой слегка с белилками слишком темно у нас получится такой фиолетовый цвет это где у нас темная и вот сюда в угол зайти вот такая тень будет отходить вот эту ямку зайдет вот так одна рядом еще одна и вот здесь больше краплака возьму чуть белилок вытру кисть теперь нам нужно кадми желтый вот сюда кадми желтый слегка с вот этим розовым вот так закрасить просто пока вот так где у нас будет растительность будет подмешиваться с цветом небо здесь светлее чуть будет получаться нам так даже лучше нужно темнее взять с краплаком вот эта часть камни желтый краплак можно красный вот эта часть вот такая темная и вот здесь тоже вот так все закрасить в этот же замес побольше белилок закрасить вот так где у нас светлые участки на земле и вот эту часть тоже сейчас вот так набросаем и потом будем все это корректировать вот эта дорожка тоже светлая здесь крабный красный желтый можно капельку коричневой взять вот здесь даже потемнее можно краплак еще больше коричневой там нужно сейчас и тени накидать нам хотя бы вот так для начала прорисовываем где у нас растительность вот таким коричневатым желто-коричневым это здесь пятнышко возьму двоечку возьмем карми красный голубую фц вот здесь вот такое темно он такая растительность можно чуть-чуть желтого добавить чтобы слегка с зеленым она получилась слегка зеленый оттенок будет она будет и темная оба фц красный карми желтый светлый что-то вот такое у нас черной краски нету но голубая фц и красный даст такой темный цвет почти черный можно где у нас есть темная вот так расставить вот этот цвет на переднем плане у нас тени будут более темные вот такими небольшими пятнышками как бы тень от листиков вот так докидать здесь здесь то есть везде где у нас есть накидать вот такое темное здесь можно больше коричневый с красным голубая фц красный здесь темная везде вот так накидаю темное сейчас теневое делаем не слишком плотно а самая яркая делать более пастозно чтобы дополнительно благодаря плотности мазка усилить отражение свет будет больше отражаться от поверхности картины будет идти больше к зрителю а темное оставить менее плотно те такие небольшие ставлю мазочки чтобы сразу показать что это теневая от листиков желтый с розовым такого добавить тоже желтый с краплаком вот это уже можно делать поплотнее сначала темное потом больше желтого берем добавить такого здесь тоже сейчас по добавляю вот такого слегка темнее где у нас есть такие оттенки сейчас полностью пройдут голубая и краплак вот здесь добавить и вот здесь я сначала больше кину темного а светлая мы уже докорректируем это уже поплотнее еще раз повторюсь краплак с голубой фц капельку белилок вот это вот подкорректировать теневое а потом голубая фц с кадром красным как это темное дело то есть вот такого сейчас подкидываю вот таким видите они похожи на листики небольшие мазочки и ничего не стараются разгладить вот такими мазочками приставляем здесь уже меньше разбавителя более плотно более пастозно плотно более насыщенный цвет получается здесь больше краплака можно красный слегка синим вот здесь и умбры чуть-чуть вот это корректируем такие тоже мазочки проставить слегка потемнее краплак голубая краска либо голубая фц слегка с белилками то есть те же оттенки что делали на слегка поплотнее всего такими мазочками вот здесь нужно тоже кадми желтый кадми красный такой яркий есть такие как травиночки будут такие это сначала проставим потом мелочушку вот такую до пропишем сейчас подкидываю темное вот такие оранжеватые яркие кадми желтый с кадми красным с краплаком даже где самое светлое тоже кинуть вот такого насыщенного цвета поверх этого берем белилки кадми желтый кадми желтый темный белилки тоже можно слегка с краплаком капельку но намного светлее тоже вот такими маленькими мазочками такие как листочки ставим здесь сначала не самым ярким там можно еще больше белилок и самые яркие и еще вот так показать главное не закрасить все полностью накидать вот такого потом поярче у нас было ощущение что там ковер из листиков показать это все не обязательно все ровно горизонтально некоторые слегка один к низу чуть-чуть другой больше к верху с ними на горизонтально постараемся один слегка к верху другой к низу чуть-чуть наклон вот так чем больше разнообразия будет как лежат листики тем лучше будет смотреться главное сразу не самая яркая поменьше белилок здесь земля здесь не нужно листики более гладенько делать более растянута и показываем если у нас вот так заходит дорожка то есть вот так по склону ведем как она заходит так и показываем мазочки ставим по форме если дорожка вот здесь ушла книзу значит мазочки ведем к низу главное разбавляем красочку на вот такого сметанного состояния она мягенькая была он так набираю на кисть вот такими небольшими мазочками не идем от более темного к светлому начала потемнее накидываем потом светлее светлее выходим к светлому все оттенки которые говорил постарайтесь их побольше применить что-то не так допустим много светлого берем оттенок который делали до этого потемнее перебиваем вот эти светлые видите снова если идет покат я вот так и ставлю мазочки даже если это не листики просто линии все равно они ведут вот так по форме то есть по склону можно будет дать подсохнуть вот это докидать и дать подсохнуть а потом уже деревца можно сразу продолжать я буду сразу продолжать можно вот кадми желтый слегка скраплаком есть подкорректировать слишком плотно не делать на добавить где у нас выходят вот такие стараемся форму повторить как на референсе это примерно вот такие листики заднего плана вот это я делаю не слишком пастозно не так как вот это кадми желтый слегка скраплаком здесь пятнышко повторяем стараемся пятнышки вы такие понакидывать и потом уже поговорим и сейчас вот это подокидываю вот здесь чуть доработаю вот такими оттенками и потом поговорим еще вот так вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 вот здесь одно дерево тоже снизу вверх протягиваем здесь рогатка вверху проставить вот таким цветом деревья видите вот здесь полосочки от кисти получились нам нужно все сделать мягенько то есть и гладенько откорректируем толщину дерева вот так не старайтесь ее ровную прям делать можно даже больше синевы взять и вот эту сторону более синюю сделать больше голубой фц которая в тени это можно на втором сеансе делать мы все равно будем корректировать на втором сеансе вот так вырисовываем все березки и потом вытираем кисть я сейчас другую кисть единичку уже достал берем умбру где светлая умбра с желтым где более светлая часть а где темная берем умбру краплаком добавляем вот такой темноты да она мажется но тем не менее можно добавить вот таких деталек подобавлять вот так нужно пройти полностью и которые темные веточки будут тоже можно вот так умбра слегка скраплаком вот такая темная веточка сейчас добросаю вот таким образом все где темная можно даже капельку голубой фц добавлять где самая темная полностью допустим вот здесь есть прям черные участки голубая фц и краплак вот так потом самое темное докидать сначала основное кидаем потом вот такую детализацию добавляю умбра краплак голубая фц вот так она будет почти черная и низ хорошо сходимся вот так растягиваем усаживаем дерево мы потом листву сюда чуть-чуть зайдем на стол сам ствол и небольшие добавляем в общем вот так все пройти и самая светлая хорошо вытираем кисть лучше наверно даже помыть ее чтобы сделать самое светлое этот же оттенок просто больше белилок как березку делали только больше белилок почти чистыми белилами и сам краешек вот этот добавить света вот так яркости кинуть на правую сторону дерева у нас на каждом дереве так будет вот так слегка закруглить то есть светлое слегка затянуть на темное чтобы более круглое дерево получилось и сразу проставляем основной цвет кидаем белое а потом вот это темное и теперь все пройду и еще поговорим как доработать вот эту растительность а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Нам теперь осталось докидать вот эту растительность Ну и сюда чуть-чуть такого светло-зеленого вот такого Кинуть, но слегка можно темнее Кадми-желтый, темный и чуть-чуть голубой ФЦ, вот здесь нужно чуть-чуть будет кинуть А здесь нужно кадми-желтый, можно светлый, с красным, такой ярко-оранжевый, больше в красную сторону Яркий насыщенный цвет и вот здесь вот такого прям огненного докидать Насыщенный цвет вот такой И тоже стараемся вот так листочки показывать Делаем все пастозно, потому что это более ближний план Потом можно слегка больше кадми-желтого вот такого накидать И нужно еще нам вытру кисть Кадми-желтый светлый вот этот Именно его вот таких вот ярких листочков тоже пастозно делать Вот так еще вот такого докидать Вот здесь, вот здесь Сейчас такое еще докидаю Сюда можно такого яркого кинуть На первый сеанс можно закончить И старайтесь листики вот эти, давайте вот на желтых Вот разбавляю слегка, если у вас более мягкая краска Вот такая должна все вот так вот Более так мягенькая-мягенькая Набираю хорошо краску на кисть И вот такие листочки книзу направляем их Один больше, другой меньше Где-то они сойдутся в единую массу Где-то вот такие отдельные будут И вот так нужно добросать Если листочки вот здесь, допустим, они расположены книзу Сам мазочек книзу и направляем То есть вот так Показываем, что листики книзу Где-то чуть кверху по-разному поставить эти листочки Это возьмите, потренируйтесь Вот так нужно докидать Сейчас добросаю быстренько и дам подсохнуть Вообще даже можно остановиться на этом Но мы еще чуть-чуть доработаем на втором сеансе Я сейчас докидаю вот таких листочков Вот таких ярко-оранжевых И вот таких насыщенных желтых Здесь, здесь нужно подокидывать Сейчас добросаю Второй слой я не стал снимать Кто захочет доработать Принцип будет тот же Оттенки те же Просто малейшие детальки уже Кто захочет, доработает сам На этом все, друзья Всем спасибо за просмотр Спасибо за лайки, за комментарии Пишите картины, друзья Главное, пишите их с удовольствием Получайте от живописи наслаждение Главное, крепкого здоровья вам Счастья, мира, здоровья, добра Удачи, друзья До следующего видео Пока Субтитры создавал DimaTorzok